Лыжик 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 Хорошо случилось Скажи, пожалуйста, у тебя сколько в машине педалей? Одна Две Ну сразу видно, а Илюха наверное еще Ручной или Сразу на третью пытается где-то нарожать Две педали только, ставьте эти лыжи Спасибо, но на самом деле Так, вдруг понравились? Класс, да? Отлично Отсюда вечером и домой на них Вот, но это еще не все, ребят Давайте, так поставьте Бросьте вы их В центр Приглашать, это еще не все Просили, чтоб станцевали цыганочку, да? Не, вы тоже сыграли Вы же уже как бы, да Вас выбрали Попросили, чтоб вы станцевали цыганочку Ну, цыганочку вы еще станцуете и так во время танцевального перерыва Тик-тик-тик-тик-тик-тик На счет раз проверим на внимательность Вы хватайте себе правой рукой за левое ухо Это сложно или нет? Раз Схватили и отпустили На меня не смотрите, просто схватили и отпустили Только не соседа, а себя Итак, раз Есть На счет раз Я понял, у кого хорошие заявки на победу, да? Итак, раз На счет два Хлопните один раз в ладоши Два На счет три Появитесь в любую сторону вокруг себя Три На счет четыре Стоите на месте На счет пять Опускаете правую руку ниже пояса оппонента с правой стороны И делаете движение Говорите Вжик-вжик Ближе Станьте Станьте Ближе Станьте Не за плечо Я его готовлю Готовы? Итак Готовы? Ближе станьте И так, давайте проверим Пять Вжик-вжик Это не ниже пояса вы сделали Да, только надо попробовать Супер Итак, готовы? И Пять Вжик-вжик Виталий не нравится? Поменяйтесь местами. А, фолк. Я говорил, выбирайте, кого хотите. Сами выбрали. Илюша не жалуется за того, кого ты выбрал. Уже готовит его, а ты жалуешься. Ну что, поехали. Раз, два, три. Тихо, повнимательнее. Четыре. О, как понравилось. Четыре, встаем на месте. Вер, а нравится ему. Ну и пять. Буду сейчас за него делать, Сылюха. Бевой рукой еще. Итак, два. Чего крутишься? Два, лопаем. Итак, два. Четыре. Глянь, как понравился он, жик-жик. Раз, четыре. Пять. Четыре, наверное. Рыжик. А тут выше на четыре уже. Ну что ж, на самом деле, здесь все еще внимательные. Хотелось бы спросить. Девчонки, ну доказали они свою внимательность? Да, ну так. Как? Мне уже так точно доказали. Ну я подсветаю льги, да. Можно уже развернуться. Меня нужно не смотреть, я в жик-жик не играю. Я уже в жик-жик не играю, но меня не смотрели так. Так, и ты был не очень внимательный. Внимательный был за все дружок. Конечно. Это он внимательно на меня смотрел. Я дружу. Да, ну что? Да, доказали. Доказали? Ну так вернете невесту? Или давайте сделаем не так? Так-так. Макис, появилась. Действительно, они украли, а то могли сказать, что потом это не мы. Все то, что было здесь, это все зря. Ну что ж, Лен, ты не видела все, что здесь происходило. Конечно, лучше бы, ну, посмотришь потом на видео. Но вот спроси у девчонок. Виталик с Ильей. Жик-жик. Супер-жик-жик. Да. Ну что ж, Виталик с Ильей, они заслужили того, чтобы Лена вернулась к Лен? Конечно, я в сомневую. Ну, а теперь твое желание, Лен. Хочешь вернуться или остаться с подружками? Ну, после комфорта лучше к Илюхе, после матиза. Уже жена обещалась, надо вернуться. Да, ну что ж, иди к Илье, возвращаю тебе ваши аплодисменты. Ну и перед тем, как пригласить еще раз за праздничный стол, уже песня для вновь соединившейся семье и для всех вас. Еще танцуем и буквально через несколько минут за праздничный стол. Только не в жик-жик уже, Илья. Невеста, нежный поцелуй и счастливый смех. Невеста, нереальный свет в белых облаках. Невеста, облако любви на моих руках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 К though his daughter Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немividade удержал jej И не зря, пока вы выходите, скажите, вы давно бью знаете? Да, давно. Ну, давно это сколько? Ну, лет 7, наверное, да? Может, больше. Какой бью? Чертное, я во время не потерялась. Это что, всю жизнь, да? Не всю жизнь, но давно. Ну, очень давно. Я уверен, что уже успели изучить и хорошие черты, и очень хорошие. Я думаю, что, ну, даже без ответовки, вы скажете, что это самые хорошие слова. Тем более, что, по-прежнему, он очень очень наставник. Вот, да, наставник. Ну, вам сегодня много говорили уже. Желать нечего, только счастья, счастья. Ну, как бы мы пришли со стороны Ильи, мы также хорошо знаем Лену, Илью. И мы наблюдали все тут, как развивались отношения, как они начинались. Но остается, пожалуй, только счастья и счастья, чтобы вы всегда были вместе. И взаимопонимание. Сохрани саму. И взаимопонимание. И уважение друг к другу. Спасибо большое. Ну, что ж, за ваше взаимопонимание, за эти прекрасные слова, Дагма и Гойка! Давай, Гойка! 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 Смачно целоваться. Итак, ну что ж, много говорили не говоришь? Нет, ваше. А, выходите, я не заставлю. Я же забываю, если никого не знаю. Не, нормально, нормально. Пап, ты же сказал, представь, что ты сейчас чему-то не знаю. Поверь, я уверен, что она и сама может сказать. Ты знаешь, что она не трошка сделала. Лап, дай, бегу, прави. Вот так. Без слов даже. Дорогие Марфоломеевы, я долго и долго ждала этого момента, чтобы назвать Ирину Николаевну Марфоломеевой и в ответ не слышать ничего, кроме улыбки. Я всегда дожила с этого момента. Я желаю вам счастья, любви. Для оборудования, на то есть, у меня очень много стол, всего мы ждали родителей. Какое... Да, чтобы всегда существует, чтобы у вас все было хорошо. Чтобы вы радовали родителей, радовали нас. Как-то быстрее родителям нам. Крестникам нам, дырянникам, дырянникам, дырянникам. Довольно. Довольно. Двойне. Советую вам и горько. Харита, я понимаю, что очень молодцы, и громко сказать не может горько, но Паша может поддержать. Горько! 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 Шесть! Семь! Восемь! Девять! 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 Тихо оставь. Читаем. Пока хватит. Девять! Говорили о цифрах. Посмотрите на этой цифре. Ну что, за вас, Илья Ильин. За ваше будущее, за ваше взаимопонимание. За вас очаровательное. Держите. Ну что ж, вы сейчас только моей помощи, как я тебе сказал. Илья Ильин, сегодня в тени образования вашей семьи было много традиций уже соблюдено в этой вашей семье. Но в любой семье должны распределяться обязанности. Все равно какие-то есть, да? Может даже не обязанности, но просто какие-то пообщения друг другу. Или просто какие-то приятные моменты, которые вы будете радовать друг друга. Я вас приглашаю. Так, в центр. Можно взять, если есть шпажки или зубочистки, они понадобятся вам по одной. Есть. А, отлично. Итак. Или с этой стороны становись. Смотри, есть у Виталика и Иване вот такие замечательные шары. И в них лежат записки. Это и будут ваши семейные обязанности. Но, давайте договоримся так. Перед тем, как прочесть то, что там написано, ты можешь не обязательно на Виталика руках шарики лопать. Может, какой шарик на вас смотрит? Виталика шарик или Анин шарик. И лопайте, да. По очереди. Но, скажи так. Перед тем, как вы будете зачитывать что-то написано, ты можешь говорить. Не ты. Лена. Я обязуюсь. Да? Что вы думали все? Когда гости придут через неделю к вам. А помнишь свое место? Давай. Готовы. Посмотрим. Лена уже приготовилась. Да. Я обязуюсь. Чего же обязуюсь? Ну что, кто первый, Леха? Мужчина. Уже первое место распределили. Вместе все делаем. Итак. Давайте одновременно. Давай, давай. По очереди. Все по очереди. По сути, мусор по очереди. Есть. Отдумал. Ну, давай. Я хотел бы это видеть. Ничего страшного. Итак. Помнишь, да, первую фразу? Перед тем, как разбредь. Перед тем, как разбредь. И я обязуюсь отдыхать с друзьями в бане. Да. Хорошо. Попал фразу. Молодец. Человек. Так. Лена. Я никогда не была против. Дима, друзья и баня. Все. Так. Лена. Есть. Держи. Итак. Помнишь первую фразу? Я обязуюсь устраивать вечеринки. Ооо. Слушай, так в корне. Я уведомил баню. А у меня это вечеринка. Замечательно. Хорошо. Юг, бегу вперед. Выбирай. Значит, не нужно вот не вечеринку. Я сам, я сам. Сам. Хорошо. Не напрягайся. Да. Тогда скажи. Я обязуюсь выносить мусор. Отлично. Хорошо. Эй, ты пришел в здание. Там была куча мусора после вечеринки. Да. И с утра это все отправлять. Давай, еще поехали. Живи в своем. У меня? Угу. Я обязуюсь. Нет, ты не бьешь, не бьешь. Жаловаться вами на жизнь. Да так после чего жаловаться? После бани или после вечеринки? Или что мусор не убрал? Блотом мусора выносит. Блотом мусора выносит. Соговори. Ты все в дом. Видишь? Все в дом. Безотходное производство. Дальше. Я обязуюсь. Круглосуточно смотреть сериалы. Не попал бы. Блотом мусора сейчас смотреть сериалы не получился. В то время, когда вышли. А я, например, стал тоже из телевизора. И ты друзей порадуешь просмотром сериалов. Тааак. В доме на я тебя жду. Я обязуюсь. Рожать детей. А когда? Не указано. Следующие записки? Следующие записки. Время не надо. На две строчки. Рожать детей. Я обязуюсь вместо тебя ходить на работу. А когда в детстве едят, пока рожает, а ты ходишь на работу. Это будет твой последний рабочий день. Если он пойдет на работу. То еще две недели. Есть. Короче, все на корень и ночь. Я обязуюсь. Пахнет. Сколько захочешь отдыхать на море. Ну ладно. И что же? Сколько ты захочешь? Ты пошел без нее на работу, но она на море. Так. Я заходила. Оно. Ага. Нашел. Не знаю. Я обязуюсь. Каждый день получать у тебя подарки. Вот. Тоже замечательно. Видишь, на работу ходят, а подарки получают. Ну что ж, все обязанности распределены. Миталь, вам большое спасибо. Дорогой. Занимайтесь сразу в различных словах. Ну. Аплодисменты. Провожайте семью, которая уже есть в своей семейной обязанности. Вы видите, уже с каждой обязанности можно поцеловаться. Это мой подарок. Это уже подарок, да? Первый. Хорошо. Я тоже очень рада, что этот долгожданный день наступил, потому что я очень люблю. Все, что есть в природе замечательного, прекрасного, доброго, умного, красивого, все заложено в ваших душах. И можно еще много. И слов красивых говорить, но я утомлю гостей. И, конечно, за это мы благодарны все родителям, потому что они вас воспитали интеллигентными, умными, красивыми. И я хочу, чтобы все мечты ваши сбылись. Все задумано и стало реальностью. И чтобы ваш маленький семейный корабль был помоген жизни, не зная преград и невзгод. Я вообще вами восторгаюсь. И хочу, чтобы вы были любимые и счастливые много-много лет и дни. За вас! За вас! За вас! Голица! 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 У вас наставник сказал, хватит. Все. Дашь здесь, представляю. Вот так. Сейчас, насколько мне известно, что... Скажите, с Дигарой часто приходится общаться? Ой, сейчас да. Сейчас да. Хорошо. Очень. Очень? Прием. Приходится, да? Понял. Ну что ж, итак, сейчас я знаю, что деньги в банке, мелочи, регулярный объезд, да? То есть, их не пересчитывают, их воздействие. Я предлагаю вам определить вес, какой прелесть у вас здесь мелочи. То есть, у каждого будет свой вариант ответа. Ну, то есть, кто-то может быть... Я скажу, скажу, здесь больше 8 гривен, но меньше 14. Здесь 12 гривен. Хорошо. Скажи, может, 14. Все. Мелочь разная, поэтому тяжело будет ответить. Надо же так, можно и на класс. По 20 копеек. Может, 10. 11. Заполняйте, сколько вы, так важно, я. 12, 11. Там, ну, по 10 есть. 13. 13, хорошо. Больше 10, но меньше 14. 12, 8. Больше 8, но меньше 14. 12 было. Ну что, что тут было? Может, это язык направлено, 12, что сразу нельзя. Уже было. Итак, есть 4 варианта ответа. Сколько? 11? 12. 13. 12. Сколько? 12. 12 гривен и 35 копеек здесь ровно. Итак, кто был ближе? Двое. Я, двое. Двое. А третьих кто был ближе? Двое. Угу. Ага. 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 Ага.